Уважаемые телезрители, программа «Четверть часа» начинает свою работу в прямом эфире проект «Сайзонлайн» в студии Дмитрия Шакурова. Доброе и мирное утро! Сегодня в России день памяти и скорби. А воскресное утро 22 июня 1941-го стало началом Великой Отечественной войны. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы по многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Паунах и другие. В первый же день войны представитель Русской Православной Церкви, митрополит Сергий Старогородский, обратился к пастве с воззванием. Не первый раз русскому народу приходится выдерживать такие испытания. С Божьей помощью он и на сей раз развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Конец цитаты. Память о Великой Отечественной войне сегодня бережно хранится в семьях. К страшной трагедии миллионов людей минувшего века так или иначе возвращается каждый. И не важно, есть ли в семейных архивах фотография деда-героя. Ксения Симонова о первых днях Великой Отечественной. Болью и слезами пронизан этот фильм памяти о безвина погибших за мирное небо 2018-го. «Мне кажется, мы не рождаемся белым листом. Мы рождаемся уже помня, Просто со временем забываем». Ксения Симонова о первых днях Великой Отечественной. Ксения Симонова о первых днях Великой Отечественной. «Мне кажется, мы не можем поменьше». Ксения Симонова о первых днях Великой Отечественной. Говорит Москва, граждане и граждан из Советского Союза. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это программа «Четверть часа». Сегодня мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны. В России день памяти и скорби. Обратимся к данным, приведенным в статье доктора исторических наук Дмитрия Володихина на сайте журнала «ФОМА». На протяжении всех военных лет наша церковь непрестанно молилась о даровании победы в борьбе с гитлеровцами. Более того, она всем, чем только можно, помогала фронту. 30 декабря 1942 года тот же митрополит Сергий обратился к верующим с призывом собрать деньги на создание особой танковой колонны памяти Дмитрия Донского. В ответ одна только Москва собрала 2 миллиона рублей, а вся страна 8 миллионов. Пожертвования пришли даже из блокадного Ленинграда. Но работа церкви в этом направлении отнюдь не ограничивалась разовым сбором. Малыми ручейками и широкими реками шли в одну большую церковную кружку средства на танки, на эскадрильи боевых самолетов. Порой священники отдавали серебряные ризы с икон, драгоценные наперстные кресты. А всего на нужды фронта Русская Православная Церковь собрала 200 миллионов рублей. Сумма по тем временам колоссальная. Это не говоря о духовной поддержке сражающейся армии и людям в тылу. О юности, которую внезапно прервала страшная война, в стихах Роберта Рождественского из поэмы «220 шагов». Было училище, форма на вырост, стрельбы с утра, строевая зазря. Полугодичный ускоренный выпуск и на петлице два кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мельканье берез. Мы разобьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз. Станции, как новгородское вече, мир, где клокочет людская беда. Шел эшелон, а навстречу, навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как курок, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел. Этот мальчик, тонкая шея, уши торчком. Только во сне, оккупировав полку во сатанелом табачном дыму, он забывал обо всем. Он ненадолго и улыбался, снилось ему что-то распахнутое и голубое, небо, а может морская волна. Танки! И сразу истошное к бою. Так они встретились. Он и война. Воздух наполнился громом, гуденьем, мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, виденьем, странным, чудовищным миражом. Только виденье не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Дыбели шпалы, насыпь качалась, кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступают враги. Будто ее становилось все меньше. Ежася от близких разрывов гранат. Черный, растерянный, онемевший, в жестком кувете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашин, лесов и полей. Что же ты, взводный, докажем, осилием? Вот он, фашист, докажи и осиль. Вот он, фашист, оголтелый мощно, воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно. Знаю, что страшно. Но все-таки встань, встань, лейтенант. Слышишь, просят об этом, вновь возникая из небытия. Дом твой, пронизанный солнечным светом. Город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант, заклинают просторы. Птицы и звери, поля и цветы. Нежная просит девчонка, с которой Так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, Ставшая госпиталем с сентября. Встань, чемпионы двора по футболу. Просят тебя, своего вратаря. Просит высокая звездная россыпь. Горы, излучи на каждой реке. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся. С магии, просят деревни, пропавшие гарью. Солнце, как колокол, в небе гудит. Просит из будущего. Гагарин, ты не поднимешься. Он не взлетит. Просят твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, Выкрикнув не по уставу, айда. Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю. Большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго. Упал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная И бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Ждет он всех нас за чертой неизбежной. Он мне мерещится ночью и днем. Худенький мальчик, всего-то успевший, встать под огнем и шагнуть под огнем. Уважаемые телезрители, в прямом эфире с вами была программа «Четверть часа». Сегодня в России день памяти и скорби. Мы поминаем всех отдавших своей жизни за победу Великой Отечественной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин